В Люберцах проходит реорганизация учреждений образования. В этом году уже две школы городского округа присоединились к ближайшим гимназиям. Какие еще изменения произойдут в будущем, рассказала начальник управления образования Виктория Бунтина. Объединение учреждений образования началось в Люберцах еще в 2015 году. За это время в округе создано 32 образовательных комплекса. Реорганизация школ и детских садов проходит двумя способами. Путем присоединения уже существующих объектов друг к другу или строительства новых корпусов. Если бы мы не занимались этой темой с 2015 года, то на сегодняшний день у нас было бы в сети учреждений образования более 150 учреждений. Это огромная сеть, которая с трудом могла бы управляться. На сегодняшний день в Люберецкую сеть входит 88 учреждений, 42 детских сада, 42 школы и 4 реобъекта дополнительного образования. Реорганизация позволит сократить эту цифру еще на три десятка. Это очень эффективная мера в плане управления. И те детские сады или даже школы, которые имеют малое количество детей или воспитанников, конечно же, с трудом выживают в данных экономических условиях. Мы давно уже живем в условиях нормативно-подушевого финансирования. И если в школе более тысячи человек, то, конечно, построить образовательный процесс и создать условия для педагогов, для достойной заработной платы гораздо легче, нежели в школе, где состав обучающихся или в детском садике воспитанников меньше. Создание образовательных комплексов не влечет никаких последствий для детей. Они по-прежнему будут посещать свои школы или детские сады. Поменяется только номер учреждения и руководящий состав. В ферм-квартале текущего года мы уже реорганизовали 4 учреждения. Это были школы. Школа 7, гимназия номер 5. Вот они теперь стали единым комплексом. И гимназия 20 взяла к себе школу номер 9. Мы здесь работали чисто по территориальному принципу. Что еще немаловажно, мы присоединяем учреждения наши именно к зеленым школам. Две школы, которые я упомянула, они, к сожалению, были у нас по итогам прошлого года в желтой зоне. И они присоединены к более сильным учреждениям. В ближайшее время такая же участь предстоит школам номер 2 и 19. Их присоединят к 8-й школе. Образовательные учреждения в Томилине, школы номер 14 и 17, объединят с 18-й гимназией. А реорганизация детских садов пройдет в каждом поселке городского округа по территориальному принципу.